Александр Васильевич пригласил меня рассказать про замечательный совершенно результат, который, как может быть некоторые из присутствующих знают, недавно был получен школьником. Была классическая проблема современной комбинаторики и комбинаторной геометрии, если хотите, которую неожиданно совершенно, спустя 50 лет после ее постановки, решил школьник 10 класса. Совершенно потрясающая история. Я вам расскажу сперва про плоскость. Правда, задача, которую решил школьник, для плоскости совершенно тривиальна. Тема, которая на сегодня заявлена, называется «Остроугольные треугольники». Замечательная тема, которую я очень люблю и которую я пропагандировал много лет. И вот пропаганда удалась. Остроугольные треугольники. Вот есть обычная плоскость. Сколько можно? Как максимум. Самое больше. Взять точек на плоскости, если мы хотим, чтобы каждые три точки образовывали только остроугольные треугольники. Три. Ну, из-за суммы углов четырехугольников. Ну, это, наверное, все понимают, да? То есть, ответ получен мгновенно. Ответ действительно три. То есть, если вы возьмете на плоскости три точки, то, конечно, нет проблем сделать так, чтобы все углы были острыми. Ну, хоть по 60 градусов, как хотите, да? Но если вы возьмете любые четыре точки на плоскости, ну, тут на самом деле чуть аккуратнее надо говорить, чем было сказано, потому что четыре точки могут вот так расположиться действительно. То есть, может случиться, что четыре точки являются вершинами четырехугольника, да? Но очевидно, что из-за суммы углов этого четырехугольника действительно какой-то треугольник будет либо тупоугольным, либо прямоугольным. Это очевидно всем? Вот, но на самом деле, конечно, четыре точки могут, кажется, вот так расположиться. Давайте я вот сюда смещусь. Вот, три точки так, а четвертая внутри. Но так еще очевиднее, потому что понятно, что один из этих углов вообще не меньше 120 градусов. И тут вполне себе тупейшие треугольники появляются. То есть, задачи для плоскости большого интереса не представляют. Понятно, что три точки можно взять, а четыре как-нибудь и не возьмешь. Но просто без шансов. Поэтому получается, что ответ три действительно максимальное количество точек, которые можно расположить на плоскости так, чтобы они образовывали только остроугольные треугольники, это три. Ну хорошо, давайте зафиксируем размерность. Я на работаю двум, это плоскость. Чуть-чуть повеяло холодным таким туновением размерности, да? Сейчас какая-то размерность страшная будет. Ну ладно, но в размерности два ответ, во всяком случае, три. Больше трех не бывает, а три взять можно. Хорошо, если n равняется тройке, то, я надеюсь, пока ветерок дует, но все не ужасно, да? Сколько тогда можно взять точек в обычном трехмерном пространстве, если мы хотим добиться того, чтобы все треугольники были только остроугольными? Ну вот давайте нижнюю какую-нибудь оценку, то есть какой-нибудь пример, да? Вот сколько, в принципе, можно взять точек. Так, ну очевидно, три можно, ладно, товарищи. Ну вы как-то... Четыре, например, можно? Ну да, например, правильный тетрадин, действительно. У него все грани являются правильными треугольниками, то есть все углы, конечно, по 60 градусов. А треугольная штукольная, потому что не 90, а сильно меньше, в полтора раза. Вот, то есть четыре точек в точку можно взять. Хорошо, а вот интересно, а пять точек можно взять в пространстве? И нельзя. Существует множество размерности три, которое состоит из не четырех, а пяти точек, и в котором все углы острые. Давайте я просто сейчас подсказку сделаю. Вот вы возьмите не треугольную пирамиду, как здесь, не тетраэдер, а пирамиду с квадратом, например, основания. Понятно. Понятно, да? То есть квадрат-то, конечно, там 90 градусов, но чуть-чуть изогнете, чуть-чуть его изогнете, и получится множество какой-то. Вот, то есть на самом деле пять точек расположить тоже получается. Ну, а доказать, что шесть точек нельзя, это довольно мудрная задача, которая не является моей целью сегодня. Я не хочу этого доказывать, но, во всяком случае, ответ здесь пять. Максимальное количество точек, которые порождают только остроугольные треугольники, в размерности три-пять. Как построить пять точек я объяснил. Понятно, по крайней мере, пример понятен, а как там доказывать больше.